Всем привет, привет, привет. Мамуля, как сито, привет. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Так, а я отварила маленький рожечек. У меня вот тут печенка. Я ее порезала, помыла. Да, и маленькая обсушила, но опять она теряется сок. Куриная. И я обжариваю лук. И там у меня соль. Там у меня приправа соль, приправа для макаронных. Маленько саливаю, или для салата. Там еще кусочек есть. Сейчас обжарится лук. Я ее переложу, а потом буду печенку обжаривать. Это все. Потом посмотрите. Очень просто. Очень быстро. Очень питательно. Сейчас обжарится, я переложу. И дальше будем обжаривать. Обжарим. Ты его выложишь, а потом туда. Да, я потом туда печенку положу, чуть-чуть прицелю. Она мне обжарится. Сметанки туда пару ложечек потушатся и все. Да, ну ладно. А потом уже будем кушать. Конечно. И салатик. Я уже салатик попушала, и горюшки вкусненькие. Да, самые штанины есть обычные. Пока жарла. Ладно. Включаем вентилятор, жарко у нас. Лето. В общем, я выложила лук, печень у меня тут. А быстро я ее. Быстренько, она быстро жарится. Я не буду снимать опаривать, чтобы она была. Нежненькая такая. Я и леница взяла. Теперь я беру что? Я беру сметану. Сметанка. Кого? Сметанка. 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 Сметана порошковая. Да, они все порошковые. Вот ты вареньку делал, ты вот положил туда сметану, она вот как порошок делала, и тянет. Очень хорошо. Она порошковая. Два ложечки. Хорош. Перцелу. Угу. Сметил. Я купила. Перцел. Сметил. Сметил. Было это. Крышку я сейчас достану. Накрой, она мне потушится. потом еще можно добавить там макароны и нормально будет оно и как соус там уже 15 минут 15 потушится и будет все готово. Ох какая красота, отец отдыхает. Все-таки это промытые орошки холодной водой. Масло растительное такое качество нехорошее. Ну куда деваться, то брали, значит будем есть. Что хватит тебе? Хватит, вот столько да. У нас еще салатик. Хватит. Потому что висит на этой шалушкой. Красота, красота. У тебя сверху или рядом? Рядом. Там еще салатик. Хватит. 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 Красота. Да я уницу. Да я уницу. Ух какая. Сейчас. Потому что я салатик подела. И хочу салатик. Это я у нас еще не ел. У нас салатик. А что ты будешь брать? Вот такой салатик салатик сделал. Котненький. Пойдет. Давай. Бери тебе там ложку, девку. Хлепку ты не будешь брать? А я ложку варю. Так, честно. Ух. А я решила это чай с молоком. Я открыла другой пакет. Там просто это на смородина что ли. Там другой этот есть. Но я вот этот подешевле сделала. Открыла там другой. Вот она мне. Видишь здесь вот это? Свеколка. Свеколка, да. А я тут уколочек отъела. Вкусненький. А ты можешь отодвинуть и рядом положить. А тебе надо вот так, чтобы всю ты захватывала. Угу. Да. Мне, знаешь, показался нижний яд салоноватый. А потом я там у тебя это свекла и морковка у тебя там, да? Угу. И рыба, по-моему, у тебя. Угу. Рыба, я смотрю рыба. Рыба, наверное, салоноватая. А потом цитоспельку и вообще нормально. Вкусно. Ты что, в соус добавлял что-то? Переслаиваю. А не майонезом? Я тонкий слой майонезика. А что у тебя там? Картошка, да? Свекла, морковка, яйца, да? Рыба. Угу. Икра. А у тебя это нету? Не, она не чувствовалась, это морская капуста. Не, она не чувствовалась. Она жидкость, да. Суд, майонез, ты прославила Петруха. Я тоненький слой совсем майонеза делал. Нормально пойдет. Вкусненько. Ладно, всем приятного аппетита. Да, всем-всем кушать, всем приятного аппетита, бедите. Уже два у нас тут, в наших часах. На улице сегодня очень жарко. Ну, как всегда, как вчера. Еще жарче. Ну, температура-то такая же. В Москве я сейчас тут слушала новости. Что там? А там ожидается выходные по холоданию. По холоданию в Москве? Да, у них там будет холодно. Но это ненадолго, выходные. А там уже будет опять жара придет. Ну, как-то к нам погода обычно идет оттуда. Ну, у нас, да. С Москвы у нас идет через Урал там. А на Урале тоже, когда, вчера или когда было. Там тоже дождь шел, прохладно было. У нас жара. А, сильно жара. У нас прогнозники передают. Плюс 35. Ну, и у нас всегда, почему-то здесь, вот в нашей стороне у нас, или минусовая всегда, вот 4-5 градусов. Это всегда нужно прибавлять. О, ногти это, эти черные. Это не от грязи. То ягода, то это, то. Игорь, сегодня пойдешь собирать, а потом еще ягода есть. Угу. Последнюю уже. Так уже шесть ведер. Шесть ведер забухала. Это первое ведро только сварили. Остальные все в заморозку. Там уже складывать никуда. А там у нас еще, как будто, потом морковку и стекло перекручивать. Ну, ягоды уже хватит, потому что ты много уже наделал всякой равной. Хватит уже. Наварили. Нам это яйца не перейти. Потом, когда в обычном конце, надо будет. Надо оставить. Я сегодня... Грибов. А? Грибов. Знаешь, я вот что хочу. Я не знаю, лисички, они уже отошли, наверное. Да, Игорь? Так бы вот тут продавал. Я бы маленький вот такой ведерочек купила. И вот хочу прямо жареных лисичек. С отметанкой, с луком там. Мятком. Они просто отварки. Что-то захотелось. В три раза в объеме уменьшается. Да, они... Ну, это купишь. Я говорю, вот такой котелочек купишь. Там пятилитровый даже меньше. А оно на раз это все убьет. Ну, что-то захотелось. Нет. Вот у нас рыжики не продают. Рыжики только на зацолку, а лисички... Рыжики в сентябре. Рыжики, они вообще хорошие. Они твердые такие, не кругленькие. Вот такие, а ровненькие все. Их вымачиваешь тоже, отвариваешь, жидулишь. Кутно. У нас, я первый раз узнал, читал. Вот рыжик, сколько брал. Его срезаешь, он все. Ножка зеленеет. Ножка зеленеет, да. На срезе. Это ложный рыжик. Он один в один, съедобный, как настоящий. Они там идут, вот он какой-то с рыжами. Нельзя говорят, что рыжий. Но вот он с рыжа такой, рыженький. И там идут белые полоски, как вот у деревьев. Вот такие, они малозаметные. Вот такие вот идут, как у дерева полоски сколько лет. И это такие, чуть-чуть беленькие они. Прямо полоски, полоски. Не полоски, а эти. У дерева хочется жизни. Кружочки идут. А шляпки, вот на шляпке на самой. В общем, не нравится. У нас в старту небесно, дядька мой здесь, да. Они там возле этого жили. Ходил, набирал. Баба Зина тоже старту небесно. Солила. Ой, какая вкусняшка была. Груди они тут. Груди их вообще надо долго вымачивать. Что-то такое наверное. Потом варить. Потом их солить. Ну вкусно. Ой, борода растет уголем. Гладишь соленой в воде и все. Вымачиваешь, воду меняешь. Да, их моешь, вымачиваешь. Нет, почему-то. Ну, рыжики меньше вымачиваешь. Это грудь, где они там. И вот, вообще говорят, високосный год, это же високосный год. Грибы нельзя есть. Да кто ж тебе сказал-то. А мы едим. А мы в основном эти шампиньоны, я их говняшками зову. Ты их меньше передачи, вот эти смотри, не умных людей? Нет. Что-то я вообще не смотрю. Грибы нельзя, если вы там готовы. Я вообще туда, я вот два или три канала, которые постоянно смотрю, так просматриваю. Они тоже свою обыдинку снимают каждый день. Ну вот, я уже привыкла к этим. А остальное я туда даже и не лажу. Все. Ну там, новые какие мне понравятся там. Что там еще. Бывает, что нам мозги промывают по-русски сказать, но я это не смотрю. Ну еще как даутфильмы. И все. Что? Вкусненько. Мне понравился салатик. Нормально. Это его холодильник, очень жарко. Суточка, он вчера вечером отварил, это все уже поздно. Ой, а вот как всегда, ночью вообще. Бои без правил были. Бои без правил и еще Нюшка. Как давай, поскольку в час или в двадцать час. Как давай она носиться, она прыгала, скакала. Как прыгнет оттуда, потом как на стенку прыгнет. Ой, да боже мой. Так еще маленько печенок положите. Положи, Игорь, положи. Я сейчас поеду, больше сырнек сегодня есть не буду. Да конечно, конечно. Потом ночью только хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Да, ну, кто тебе сказал. Да, конечно. Кушай-кушай, Игорь. Кушай-кушай, сына. Кушай-кушай, сына. Не стесняйся. Я для этого, мы и готовим, покупаем для этого, чтобы кушать. Маленько еще макарошек. Ой, смотри, больше не переложь. А то лишнего переложишь еще. Не-не-не. Морковочка, свекла. Так, я поела, уберу. Да, я тоже поела. Убирай. Жара. Кутняшка. Тебе надо было там сок маленькое еще есть, но сметанка. Не, я не хочу, я так. Метана не стала, я ложу. Зачем? Что плавала. А то я вечно положу, вечно все плавает там у меня. Немножечко. И вот там сок потушила. Сейчас надо папика поднимать, чтобы он сходил в это душу. Обмывался? Да. Потом я. И потом мне в магазин надо бегать. Все прямо липкие, обмываешься каждый день. И машинку опять прокрутим. Короче, я тут на руках стираю каждый день. Подстирываю, вешаю. Чтобы не одеваешься. Давай каждый день стираем. А сегодня Игорь говорит, давай машинку крутим. Давай машинку крутим. Потом я обмоюсь, папик обмоется. Закинем и включим. Махом сейчас жарко. Угу. Мусик наш пришел. Наелся. Молока напился. Это лежит возле него смотрит. Сегодня я одну пачку с форелькой положила. Другую положила утром с говядиной. Вот она ела, ела. Не доела, конечно. Куда она? Липачки. И вот она все караулила. Надо мусика. Мне кажется, он еще на 2-ти грамм поправился. Да, мусик. Пусть поправляется. Это же хорошо. Мусика не сможет. А он вот такой вот. Ну, он сел. И вот такой вот. Как бочонок. Пошел дальше по улице морать. Да, пошел. Ну, он зашел, хоть не орал. А он пошел на улицу. Все. Пошел котов искать, девок искать. Пошел. Вот. Я не знаю. Вот. Ему не сидится спокойно. Ему надо обязательно. Вот что вот он орет. Он ищет, чтобы подраться, что ли? Ищет, чтобы подраться, до кого-нибудь докопаться. Ну, это у него, у них это в крови, что ли, такое. Ну, ладно. Территория, территория большая. Тут два участка. Обходи территорию. Нет, тут надо на улицу идти туда. Это, наверное, у котов у всех такие. И там разбираться. Ладно. Какой боевой кот у нас. Намули красотули. Большое спасибо, что приготовила. Замечательное. Игорюша салатик такой. Самые. Там супчик еще остался, горуховый. Там собачки еще нам. А он зажерировался, потому что я сегодня наливала собачки. Чашку. А там я плечи как куриных варила. А он как жерел. Там доедет. Вопутники. Галя завтра опять готовить надо. А что завтра готовить? Да не знаю. Там у меня еще котлетки остались. Хочу я кашку шумную, но не сладкую. На сковородочке, с луком. На гарнир. И, наверное, у меня помидоры там есть. У меня там есть еще салаты какие делать. Но я завтра сделаю. Не знаю. Не буду загадывать. Поживем. Увидим Боба. Поживем пока что Боб поможет. На крайний случай вареник или пельмени отварить. Да, у нас там ты набрал целую кучу вареник и это. Погода пусть восстанавливается. Ладно. Спасибо еще раз маме Галине за прекрасный рецепт. Всем, кто кушал, кушает. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем удачи. Ведитесь. Забегайте на наши каналчики. Забегайте на поесть. Пожалуйста. Так. Ладно. Всем пока-пока что ли? Пока-пока. 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 Ладно. Все. С вами были мы. Всем пока-пока.